всем привет прошла неделя и мы встретились в это же время в этом же месте если вы пропустили заставку то напомню что вы смотрите киноманию а если забыли или не знаете как меня зовут то гоша внизу экрана вы видите ссылки на мои соцсети так сказать чтобы закрепить урок и так сейчас время узнать что будет сегодняшний выпуске во первых я вам расскажу про новинки больших и малых экранов затем очень много буду говорить про итоги премии эми и кинофестиваля в торонто затем добьем до конца кинопремьеры netflix а на этот год и порция свежих новостей а в конце расскажу свое впечатление про одну из пример прошлой недели говорит сегодня буду много поэтому не будем тянуть эфирное время и сразу к делу новинки кино в прокат вышел космической красоты фильм к звездам за постановку ответственный джеймс крэй снявший до этого затерянный город z немаловажно что оператор ходит иван хойтема за плечами которого уже есть большая научная фантастика интерстеллар также радует и актерский состав где особо выделяются брэд питт и томми ли джонсон персонаж первого выдающийся астронавт отца которого сыграл второй отец же тоже космонавт который много лет назад отправился с исследовательской миссии границам солнечной системы и пропал а сейчас же земле грязят глобальные катаклизмы из-за странных выбросов космической энергии герои брэда пита призван выяснить в чем дело и поэтому отправляет сначала на луну затем на марс а в итоге и на нептун фильм показывает во всех форматов есть все предпосылки что лучше идти на него ваймакс чтобы сполна насладиться видами космоса есть информация составляющая государственную тайну что вы знаете о проекте лима его целью были поиски развитых форм внеземной жизни корабль исчез примерно через 16 лет после старта а кто был командиром мой отец сэр это возможно будет шоком для тебя твой отец экспериментировал со сверхсекретным материалом опасным для всей нашей солнечной системы все формы жизни могут быть уничтожены ты должен выяснить что там происходят я волнуюсь за тебя я люблю тебя начинаем психологическую оценку опишите свое ментальное и эмоциональное состояние в данный момент чувствую себя хорошо я в оптимальном состоянии для этой миссии я обязуюсь выполнить задание в рамках закона в случае необходимости я уничтожу этот проект земля возлагала надежды на него а теперь ее судьба в моих руках у нас с тобой есть дело ты готов готов в кинотеатрах уже вовсю идет отечественный шпионский боевик герой и если фильм снимали в россии значит вполне вероятно что главную роль сыграл александр петров в этот раз вместе с ним сыграли светлана хаченкова и владимир мошков главный герой будучи подростком обучался в спецшколе где готовят секретных агентов но школу закрыли а герой решил оставить прошлое в прошлом и остаться в европе просто пожить однако спустя 15 лет ему звонит отец которого считали погибшим чтобы сообщить что за сыном идет охота и что ему нужно спасаться бегством персонаж петрова не только хочет остаться в живых но и найти отца а на своем пути он встречает машу с которой обучался в спецшколе и которая была его первой любовью в общем обещает норм такой боевичок с перестрелками погонями и драками смысле сына прополковника родина вы знаете легенда герой почти дьявола вербовать становилось все опасно и он предложил вырастить сеть спящих агентов их задача была сделать карьеру и ждать приказа залезай я 15 лет думаешь ты мертвый ты вообще понимаешь что я чувствовал все это время ну а как ты хотел прийти в разведку вежливо попросить верните мою девушку я не знаю я должен знать ты всегда все решал вместо меня поэтому нас и учили выполнять приказы не задавать вопросы сынок я на службе а ты никто на больших экранах города вы уже можете посмотреть одноименный американский ремейк датского фильма после свадьбы только некоторым героям поменяли пол изабель живет ради других она работает в приюте в индии которые еле-еле сводят в концы с концами однажды тереза женщина владеющая многомиллионной корпорацией решила пожертвовать огромную сумму но при условии что главная героиня лично приедет в нью-йорк их встреча проходит успешно но тереза полностью поглощена подготовкой к свадьбе дочери поэтому просит немножко подождать в итоге все перевернется с ног на голову когда изабель познакомиться с мужем терезы и не спешите предугадывать что будет дальше ведь говорят что нас ждут головокружительные сюжетные повороты приходите познакомимся поближе объявляю вас мужем и женой улыбка рада что вы пришли у изабель приют в индии я хочу им помочь о да что ты здесь делаешь я не знал здравствуйте вы изабель я же сказал что позвоню но не позвонил странно видеть его снова он очень хорош собой а раньше он наверняка был просто неотразим я решила пожертвовать изабель крупную сумму на ее приют в индии я не доверяю твоей жене она дает деньги твоему приюту а ты сомневаешься в ее мотивах 20 миллионов зачем ей это нужно пойми все это касается не только тебя одной у нас нет выбора не скажешь тогда я сама я хочу знать все что ты наделал после свадьбы продолжает баловать оригинальными сюжетами представители японской анимации вот и связанные миры манят зал кинотеатра своей истории существует два мира в одном более похоже на наш начинается странная эпидемия вторым управляет тиран жители этих миров связаны друг с другом ведь если кто-то погибнет в одном мире то и умрет его двойник из другого в первом мире син и который любят друг друга а в другом он повстанец она дочка тирана син мятежник находит путь в другой мир чтобы убить который но син из первого не готов пожертвовать любовью ради спасения чужого мира а придется переделать эту японию с нуля наши жизни связаны умрешь ты умру и я эх все таки не быть нам вместе зачем мне мир без готери это и есть другая япония я хотела защитить мир в котором живешь ты я не предам свой мир неужели в том мире мы с тобой враги связанные миры в кино стартовал трогательный документальный фильм об Антоне Ельчине с любовью Антоша лента это теплые воспоминания о трагически погибшем актере в возрасте 27 лет картина состоит из интервью с мамой Антона и его друзьями из личной хроники актера и сделанных им фотографий думаю что этот фильм никого не оставят равнодушным новинки сериалов конец сентября это начало нового сериального сезона почти на всех каналах премьер и возвращение на этой неделе множество чтобы вы понимали в один день вышли новые сезоны пожарников чикаго медиков чикаго и полиции чикаго я никогда в жизни так много не говорил слова чикаго разве что после просмотра эйс вентуры я вот выбрал пять премьер о которых коротко расскажу 23 сентября на fox стартовал сериал блудный сын психологическая драма расскажет о психологии криминалисты которые лучше всех разбираются в том как мыслят маньяки а все потому что он родной сын серийной убийцы по прозвищу хирург порой для раскрытия преступления главному герою приходится обращаться к отцу а тот непрочно помнит сыну что они не так уж и различаются друг от друга 24 сентября вышел первый эпизод явления про начальницу полиции которая решает взять под опеку маленькую девочку оставшуюся в целости и невредимости после таинственной аварии только эта девочка ничего не помнит во время расследования героиня понимает что эта девочка как-то связана с масштабным заговором 26 сентября cbs выпустила добрую и простую комедию второй шанс кэролл главной героине уже 50 она вырастила детей пережила развод и работает учителем но она решает все начать сначала чтобы осуществить свою мечту стать врачом она становится интерном ее сокурсники вдвое моложе но она полна энтузиазма и решимости добиться заветной цели 27 сентября на нетфриксе выпустят сразу все серии первого сезона довольно интересного проекта политик главный герой амбициозный молодой человек мечтающий стать президентом сша каждый сезон будет акцентировать внимание на одной из компаний героя от выборов совет школы до президентских выборов 29 сентября благодаря эпиксу мы снова увидим фореста у такера в главной роли он сыграет криминального босса бампи джонсона а сам сериал криминальный отец гарлема расскажет нам как главный герой объявил войну итальянской мафии чтобы убрать их с улиц родного района кинофестиваль торонто является одним из крупнейших в мире а уж в канаде и подавно он проводится середины 70-х и часто его победители являются главными претендентами на оскар например в прошлом году победу одержала зеленая книга важно что главный приз торонто это приз зрительских симпатий то есть триумфатор в фестивале определяют не критики а простые зрители и так тройка призеров третье место досталось южнокорейской ленте паразиты ранее получившая золотую пальмовую ветвь каннах об этом фильме я много говорил и даже высказывал свое мнение после просмотра поэтому давайте просто посмотрим трейлер надеюсь получить работу репетитора с высоким окладом как же нам это кстати сотовую связь отключение вай фай тоже отключен отец покажу им эти документы ну что по моему это не преступление ведь в следующем году я правда собираюсь в университет паразиты второе место у брачной истории от ноа бомбаха о которой я чуть позже более подробно расскажу первое место зрители отдали к ролику джо джо тайковой тити на эмми очень много номинаций поэтому в этой программе будет только о сериалах и их создателях а об актерах и актрисах в другой раз скорее всего за былые заслуги и за титанический труд который поднял телевидение на один уровень а то и выше с кино лучшим драматическим сериалом была названа игра престолов лучшей комедии к моему горькому разочарованию признали сериал дрянь а я так болел за удивительную миссис мейзл дрянь же также получила статуэтки за лучший сценарий и лучшую режиссуру лучший сценарий драмы оказался у эпизода никто не пропал сериала наследники а вот за режиссуру награду получил джейсон бейтман за эпизод из второго сезона озерка все авторские эмми в категории мини-сериал собрал чернобыль лучший мини-сериал лучший режиссер йохан рёнг лучший сценарий крейг мазин лучшим же телефильмом как и многие предполагали стал специальный интерактивный эпизод черного зеркала под названием брондашмык а вы все его концовки посмотрели в той программе я поведал о половине пример а теперь дойдем до конца в прокате 6 ноября но ровно через два месяца в интернете появится картина брачная история от ноу баумбаха главной роли в которой сыграли адам драйвер и скарлетт йоханссон он театральный режиссер она актриса когда-то они были счастливы вместе но сейчас проходят через мучительный процесс развода и каждый пытается получить опеку над ребенком эти события отчетливо сказываются на их творчестве 8 ноября в кинотеатрах а через неделю уже на стриминговой платформе стартует мультфильм клаус он расскажет нам историю молодого почтальона которого отправили работать за снежную деревушку с очень недружелюбными жителями работа заводит его к странному дому где он знакомится с еще одним жителем любящим мастерить игрушки для детей а название мультфильма нам уже подсказывает кем окажется новый друг почтальона в кино и на netflix и французский анимационный фильм я потеряла свое тело а сценариста амели выйдет 15 и 29 ноября соответственно сюжет ленты звучит по крайней мере экстравагантно из лаборатории сбегает отрубленная рука чтобы найти свое тело на фоне ее побега разворачивается история любви атлантика еще один иностранный фильм права на показ которого выкупила netflix кинотеатральная премьера в сша пройдет 15 ноября а мы сможем посмотреть только 20 декабря когда появится на платформе сюжет развернется вокруг простого рабочего и сенегала который работал в дакаре на стройке современного небоскреба пока зарплату не задержали на несколько месяцев вот и решает покинуть страну но узнает что свадьба девушки в которую он был влюблен срывается новости кино несколько дней назад весь мир праздновал юбилей сериала друзья 25 лет как-никак в честь этого в гугле можно найти классные отсылки если вести имена главных героев выглядит это примерно вот так уэс андерсон определился с новым проектом им станет фильм французский диспетчер действия развернуться в вымышленном французском городке где будут разворачиваться несколько историй в ролях бенисио дель торо фрэнсис макдорн джеффри райт эдриан броуди тимоти шаламе тильда суинтон билл мюрри оан уилсон и другие на комикон россия закончились вип-билеты а я их не успел купить но куплю простые буду как все есть еще тем более один повод чтобы там побывать а именно что на комиконе пройдет премьера второй части замбилэнда в россии в ноябре в прокат выйдет четыре отреставрированных фильма чарли чаплина в разрешении 4к среди них великий диктатор и огни большого города кстати еще раз об антоне ельчине в центре петербурга появился его портрет сервис знакомств тиндер выпустит свой собственный интерактивный сериал на основе выборов в котором вам будет подбирать пару само шоу будет состоять из пяти минутных серий которые будут выходить раз в неделю течение просмотра зрителю будут предлагать варианты как должны поступить герои из 7 секунд чтобы принять решение пока шоу о людях пытающихся выжить во время конца света будет транслироваться только в сша однако это не единственный вертикальный сериал который нас ждет снэпчат тоже запустил разработку свое шоу созданием которого занимаются наши соотечественники студия тимура бекмамбетова хоть супергеройские сериалы седаба и смотрится очень дешево и многие и жили себя но они продолжают делать крутые вещи например в конце декабря начнется показ нового кроссовера кризис на бесконечных землях в котором будет аж три супер мэта первый это супс из супергерл в исполнении тарелла хекклина второй это брендон руд который был человеком из стали фильме возвращение супермена и который во вселенной седаба уже играет атома но главный сюрприз это третий супермен потому что им стал уже легендарный том уэллинг тот самый молодой криптонец и тайн смолвиле нам обещают рассказать даже что с ним происходило с момента окончания сериала джим парсонс и майям бялик недолго сидели без дела после окончания теории большого взрыва их за приличную сумму урвали фоксы чтобы те сделали им сериал про хозяйку кота кафе у нас определились с выбором ленты которая будет выдвинута на соискание оскара в номинации лучший фильм на иностранном языке от россии на награду будет претендовать дилда кантемира балагова причем конкурентом новодвижения был т-34 на прошлой неделе я расхвалил фильм yesterday ну или вчера но иногда такое бывает что фильм должен быть хорошим и все об этом говорит а по факту оказывается никченым это не тот случай новый фильм дэнни бойла пожалуй один из лучших фильмов которые я видел не только в этом году но и вообще обязательно пойду на него второй раз а если вы еще и в первый раз этого не сделали то не стоит с этим тянуть потому что фильм прекрасен со всех точек зрения он добрый смешной немного грустный с хорошими персонажами и отличной музыкой стоит заметить как автор не давали драматизму фильма взять вверх и добавляли в серьезные сцены шутки что делала картину более живой и настоящий идет он примерно два часа но вам этого покажется мало мне не хотелось выходить из зала чтобы магия кино и эффект от просмотренного не исчез я тут слушаю новую песню джека как она называется live it be let it be но жги дальше джек все только и говорят о новом музыкальном феномене твоя музыка это потрясающе ты просто обязан поехать в лос-анджелес я предлагаю тебе деньги и славу привет мистер ширан чувак твой рэп просто бомба правда да я прикалываюсь оставь это нашим братьям мой тебе совет раз ты уезжаешь позволь задать тебе вопрос мы так и останемся друзьями или у нас есть еще шанс джек малик мировая суперзвезда мы могли стать идеальной пары но теперь ты величайший автор песен на планете неправда очевидно что это так этот миг войдет в историю все в предвкушении для меня честь открыть дверь в будущее ой не то дверь вы сами пишите свои песни да точно я не знаю я вел себя как дурак может любовь и не все что нам нужно но почти все вчера вы спросите где же топы а они скоро вернутся к нам поэтому не переживайте нужно только подождать и да хороший фильм от хорошего человека тоже на подходе а еще новые рубрики придумывается готовится и пишутся сейчас же программа подошла концу поэтому давайте говорить друг друга до свидания и до скорой встречи ведь встретимся ровно через неделю в этом же время в этом же месте а пока кушайте свежую картошечку отдыхайте и набирайте сил на зиму больше вам хороших фильмов и сериалов а